Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почему мужчина может со мной встречаться и при этом часто оставаться онлайн на сайте знакомств, где мы познакомились? Мы встречаемся два месяца, и я уже два раза замечал, что человек часто бывает онлайн на сайте, где мы познакомились. На вопрос, что ты там делаешь, я получал нелепые ответы, либо проверяют меня, либо с коллегой по работе общаются. Изначально я искал человека для серьезных отношений, мне больно, но есть ощущение, что мной пользуются. С другой стороны, если я уже замечал, что человек сидит на этом сайте, говорил, что мне это неприятно, и человек ничего не припринял, чтобы этого не произошло, то не говорит ли это о его отношении ко мне? Мои сестры считают, что мне не нужно относиться к нему серьезно, потому что он часто бывает на сайте знакомств. В последнее время мы стали мало общаться, я решил, что у него много дел, либо он нашел мне замену. В последнее время я увидел, что он был на сайте знакомств сейчас назад, мне даже ничего не написал и не позвонил. Вчера я захотела прекратить с ним общение и расстаться, но он очень удивился, когда я об этом написала. Спрашивал, что случилось. В итоге я призналась, что мне не хватает его внимания, и я соскучилась. Честно говоря, мне приятно его внимание, которое я получила в ответ на свою провокацию. Мне больно и страшно, как разобраться в себе и понять, чего я действительно хочу от отношений. Не цепляюсь ли я за этого человека, как за спасательный круг. Иногда мне хочется психануть и заблокировать этого человека навсегда, раз он так нестередно относится ко мне. Но потом становится грустно, я к нему привязался. Какие вопросы задать человеку при встрече, чтобы выявить его истинные намерения? Так вот и помещаться можно, если постоянно мониторит, ищет он там себе кого-то еще или нет. Анна, первое, что хочется сказать, это то, что, чтобы разобраться в себе, чего действительно хотите вы от отношений, это самый лучший способ, это пойти на психотерапию. То есть на психотерапии, непосредственно на консультации вы сможете найти ответы на все свои вопросы. Для этого нужно задать вопрос и вам, для этого нужно поисследовать некоторые моменты, поисследовать ваши чувства и ваши переживания. Это первое. Второе. Цепляетесь ли вы за него? Да, цепляю. Я думаю, что в рамках того, что вы написали, а именно, вы написали, что искали человека для серьезных отношений, в рамках этого мне кажется, что вы здесь боретесь с чувством незащищенности и пытаетесь, собственно говоря, себя защитить. Вот. Вы пытаетесь обрести за счет отношений чувство защищенности. Но интересно другое, что защищенность от чего? Защищенность от своей собственной, как мне кажется, неполноценности. То есть вы ревнуете, вы испытываете боль от того, что вас могут использовать, а это значит, что вы не чувствуете себя ценным. А это значит, что вы не прислушиваетесь к себе. И вот это уже момент, который вы, на мой взгляд, пытаетесь компенсировать в, собственно говоря, отношениях с человеком. Вот. То есть в основе лежит некоторое ваше обесценивание, которое вы пытаетесь купировать за счет требования серьезности от другого человека. Дальше. Вы спрашиваете, какие вопросы можно задать человеку на пресвече, чтобы выявить его истинные намерения. Ответ никаких, потому что нет таких вопросов, которые давали бы возможность выявить его истинные намерения. С учетом того, что вы встречаетесь всего два месяца в срок для отношений крайне небольшой. Но вы можете видеть, как вам откликнулся ваш партнер на то, что вы сказали ему про свои чувства. Вы можете видеть, как человек на это откликнулся. Вы можете видеть, как это позитивно отразилось на ваших взаимоотношениях. Вы можете это видеть. И, соответственно, чем чаще вы будете использовать вместо провокаций трансляцию своих чувств, своих переживаний, того, что вам хочется от мужчины, тем более открыты и истинные будут отношения. Вы можете более четко увидеть для себя, как относится к вашему человеку. Именно откликает на то, что вы хотите. Вы можете для себя решить, как вы относитесь к тому, как человек обращается с вашими желаниями. Я повторюсь, что вы не доверяете себе и вы себя обесцениваете. И вследствие этого чрезмерно фиксируетесь на серьезности взаимоотношений, которые, вообще-то говоря, серьезными быть не могут, в принципе. Потому что там нет какой-то... ну, нет какой-то грани между тем, серьезные отношения или нет. Потому что отношения, в принципе, не могут быть по принуждению. Да? А когда мы говорим о серьезности, мы всегда говорим о принуждении. Понимаете? Поэтому здесь история про то, что вы не можете быть естественными сами. И вам тяжело принимать, ну, естественно, другого человека. Потому что вполне вероятно, что он сидит на сайте знакомств просто по привычке. Вот. Может быть, конечно, он вас использует, может быть, он вам изменяет, но также, как бы, вероятно, что он просто сидит по привычке. Кроме того, если вы познакомились с нашим знакомств, то, ну, у человека есть какой-то интерес к этому. Это не только способ провести время, да? Ну, и это, вот, ну, определенная сфера интересов человека, тем более мужчины, у которого может быть интерес к женщине, совершенно не связанной с отношениями. Ну, я имею в виду с отношениями, какими-либо вообще, будь то интимные, будь то романтические, будь то дружеские, будь то какие угодно еще. Вот. Вот как-то так. Поэтому, с точки зрения поведения, я бы обратил ваше внимание на то, в момент, значит, я бы обратил ваше внимание на то, какие у вас желания и потребности возникают в момент провокации, то есть в момент, когда вы именно что, ну, пытаетесь спровоцировать человека. Вот. Обратите, пожалуйста, внимание на это, и в следующий раз, когда вам захочется вот так мужчину провоцировать, в следующий раз, когда у вас появится желание это сделать, остановитесь немножко и спросите себя, ну, вообще, вот, чего я сейчас хочу. Да? Вот. Вообще, а чего я сейчас чувствую. Вот. И постарайтесь это озвучить. Я думаю, что мужчина, он так или иначе откликнется вам на это. Я думаю, что мужчина так или иначе даст вам какую-то обратную связь на это обязательно. Вот. и, собственно говоря, это может стать основой для новых отношений. Ну, может же послужить и их окончанием. Вот. То есть, никогда не не бывает какой-то определенности. И вот вопрос, как вы справляетесь с определенностью, да? Ой, с неопределенностью, простите, пожалуйста. Как вы справляетесь с неопределенностью, это то, на что вам стоит обратить внимание в психотерапии. Также вы говорите о привязанности и привязанности у вас, безусловно, существует, потому что вы нуждаетесь в, как я и сказал, определенности. Вот. И в силу этого, в силу того, что вы нуждаетесь в определенности, вы, естественно, будете привязаны к человеку. Вот. Вы будете привязаны человеку за счет того, что только с ним, по вашему мнению, вы сможете получить определенность, потому что по-другому не то, чтобы по-другому ее нельзя получить. Скорее, вам кажется это слишком тяжелым, а будет кажется, что, в общем-то, ну, все довольно просто, да, то есть, вот стоит мне с этим человеком сблизиться, как бы, да, и все сразу, все будет хорошо, вот. По факту нет. Поэтому я бы вот то, на что бы я обратил ваше внимание, да, значит, рассмотрел бы для себя возможность оставить человека, оставить человека, ну, вот в той позиции, в отношениях, в которых, в которых он пребывает сейчас, и дальше просто проработал над собой, чтобы стать более самостоятельным. Вот. И последнее, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это на то, что вы хотите серьезных отношений, но ищете почему-то этих самых отношений на сайте знакомств, где люди, в принципе, не ищут серьезных отношений. Это тоже, на мой взгляд, некоторая дихотомия. Возможно, вам в реальной жизни выстраивать отношения несколько сложно, либо вы травмировались и были как-то обжены. Вот. Если это так, то необходимо поработать, вот, ну, в этом направлении, да, поработать в этом направлении, чтобы, значит, этот момент для себя разрешить. То есть, если у вас есть какая-то вот травма, да, если у вас есть некоторая, скажем так, травмированность, то вот поработать с ней, с этой травмированностью и подкорректировать немножечко свое поведение, в этом смысле была бы очень хорошей идеей. Вот. Вот такой ответ я могу вам дать. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.